Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, что делать, если нет сил, если мало энергии. На самом деле, так или иначе, с этим сталкивается каждый человек. И я сталкивался с этим, то есть, когда нет энергии, когда не хочется ничего делать, и, ну, хочется, не знаю, лежать в крайнем случае, и просто, как говорится, поспать. Энергия — это, на самом деле, поток, который наполняет нас. Но он наполняет нас тогда, когда действительно мы движемся по своему пути. То есть, делаем то, в отношении чего у нас есть отклик, в отношении чего у нас есть приглашение, призвание. То есть, мы почувствовали и сделали это. Вот что важно. Потому что бывает часто, человек отстраняется от чего-то просто потому, что это не его. Об этом я более подробно рассказал в видео о целях. И, конечно же, когда это не его, человек как бы попадает в такое состояние, он не хочет это делать. Он чувствует внутри, что тело не хочет. Соответственно, тело может заболеть, потерять энергию, прийти даже, может быть, какая-то травма. Вот. И на самом деле, что получается? Человек чувствует, что его, а что не его. Таким образом, он отсеивает. Вы наверняка замечали, что даже в детстве, когда не хотелось идти в школу или там в садик, в университет, что можно заболеть даже, то есть, нет энергии, не хочется просыпаться рано. А когда что-то интересное, такое важное, нужное, да, то есть, например, пойти туда, куда вы хотите, вот, тогда есть энергия, тогда, конечно же, хочется это делать. Получается, какой процесс важен, чтобы восстановить энергию? Найти то, что ваше, и делать это. Вы можете сделать такой процесс. Выписать на листике, что действительно вам хочется делать по своему собственному желанию. Конечно же, перед этим помедитируйте, то есть, побудьте наедине с собой и посмотрите, что придет к вам. А потом запишите это. И вот делайте те вещи, которые действительно у вас вызывают отклик. То, что действительно вам хочется делать по своему собственному желанию. И когда вы будете это делать, вы пронаблюдаете поток увеличения энергии. А те вещи, которые, например, вы делаете, ну, скажем так, потому что это нужно, как из-под палки, потому что что-то или кто-то вас заставляет, посмотрите, как вы можете свернуть это. То есть, постепенно отказаться от этого, да, возможно, не сразу, и постепенно свернуть это и перейти к тем действиям, которые вам нравятся, которые вы действительно испытываете при этом подъем жизненной энергии. Вы это почувствуете. Вот прям это идет, как такое вот, ну, как поднятие энергии, когда вы делаете то, что вам нравится. А когда нет, ну, тело такое становится каким-то вялым. В этом плане даже есть такой тест кинезиологический, когда вы поднимаете вашу руку, а, допустим, ваш другой партнер давит на нее. И таким образом можно почувствовать, да или нет, да, то есть, ваше это или не ваше, ослабляется рука или нет, или не ослабляется. То есть, если ослабляется, то, скорее всего, это не ваше. Если не ослабляется, то есть, а остается упругой, то это ответ да, то есть, это ваше. То есть, это один из тестов. На самом деле, каждый человек может это почувствовать и без всякого теста. Самое главное, насколько вы осознаны и очищены. То есть, если у вас в прошлом накопились случаи боли, бессознательности, когда вас подавляли, заставляли делать что-то против вашей воли, то это может выливаться сейчас, как состояние усталости. То есть, вы будете чувствовать, что вам не хватает энергии, вам будете чувствовать, что, ну, как бы не хочется этого делать. Это все, на самом деле, идет из прошлого. Потому что, что происходит с ребенком? Он не хочет что-то делать, а родители его заставляют, говорят, делай, делай, делай. Это происходит, ну, как действительно, как из-под палки, да. А если не будешь делать, то получишь, да. Вот что происходит, то есть, наказание. И, соответственно, когда человек уже вырастает, у него этих случаев накапливается большое количество. И сейчас при наблюдении, когда сходные какие-то обстоятельства наступают, у человека пропадает желание делать что-либо вообще. Поэтому просто посмотрите на это. И какие, если у вас есть случаи в прошлом, да, в детстве, которые были вот такие негативные, когда вас заставляли что-то делать, сделайте в отношении них проработку. То есть, так как я рассказывал в прошлом видео, вернитесь в такой случай, перепроживите его. И сделайте это несколько раз для того, чтобы убрать оттуда негативный заряд и вот это подавление. Когда вы проработаете это, вы почувствуете облегчение, увеличение энергии, увеличение осознанности. Вы поймете, на самом деле, к вам придет понимание, почему у вас не было энергии. Если что-то не получается, то есть, где-то идет какой-то затык, процесс не идет правильным образом, вы можете обратиться ко мне за бесплатной консультацией, и я вам расскажу подробнее, как можно улучшить ситуацию. Мои контакты будут указаны под этим видео. И, конечно же, я рекомендую почитать мои книги, которые также будут в описании к этому видео. Для тех, у кого не работает сервис, вы можете использовать VPN. Это такой сервис, который дает вам возможность обойти различные блокировки, так как на P8 в России блокируют одни сайты в Украине, другие сайты. И вот VPN помогает обойти все эти блокировки. Поэтому можете использовать его для доступа к сайтам, на котором расположены книги. Я вам желаю счастья, гармонии. И если это видео вам было полезно и понравилось, ставьте палец вверх. Это отметка нравится. Колокольчик для напоминаний о новых видео, которые выходят на моем канале каждый день. И, конечно же, я буду рад видеть вас в друзьях, в своих соцсетях. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Я уверен, оно будет тоже им полезным. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи!